Здравствуйте, это программа подробностей. Сегодня, по традиции, после очередного заседания Рязанской городской думы, мы подробно рассказываем о том, что там было рассмотрено и принято, и, как всегда, вместе с нами глава муниципального образования города Рязань, председатель Рязанской городской думы Андрей Кашаев. Еще раз здравствуйте, Андрей Анатольевич. Здравствуйте, Игорь Анатольевич. Ну, наверное, одно из главных решений сегодняшнего заседания – это вопрос увеличения с 2015 года ставки налога на имущество в Рязани по этому поводу. Это заметили абсолютно, наверное, все средства массовой информации. Давайте, собственно говоря, сейчас попробуем объяснить, зачем мы это сделали, с какой целью, и как это повышение коснется людей. Данное решение направлено на повышение сборов налогов, налогов с физических лиц, и это решение, оно идет в рамках федеральных законов, принятых в этом году, и мы рассматриваем вопросы налогообложения физических лиц также в рамках своих полномочий, потому что юридические лица – это рассмотрение на органах более высокого уровня, и здесь мы можем сказать о том, что вопросы эти являются очень важными для экономики города, и одновременно они влияют на население. Влияют дифференцированно, поскольку сам подход в установлении того или иного налога для той или иной категории лиц, оно везде разное. В данном случае мы находимся в том финансовом коридоре, который установил нам федеральное законодательство, и мы его не превысили. Могу отметить, что данное решение, как я уже сказал, находящееся в рамках федерального законодательства, оно направлено на то, чтобы налогообложению обратить тех лиц, которые фактически его и не платили, либо платили несправедливым образом. Но в данном случае, вы знаете, например, есть имущество, которое записывается на родителей, на бабушек, на дедушек, причем достаточно такие большие, лакомые куски имущества физических лиц, и особняки, и машины дорогие, и так далее, и так далее. И, безусловно, на что это направлено? На то, что данные категории жителей являются льготниками, и, соответственно, за дорогое имущество люди просто платили копейки. В данном случае законодательство меняет характер налогообложения и для таких категорий лиц, поскольку льготные категории обладают правом получать преференции, льготы по тому или иному виду имущества, но по одному из видов. В данном случае, если мы говорим о дом или гараж, земельный участок, то если налог, то он распространяется на дом, на земельный участок, на гараж, но не на два дома, не на два, не на три, тем более, земельный участок, и три гаража. То есть льготы сохраняются, но сохраняются в таком вот разумном режиме? В разумном режиме, совершенно верно. И, соответственно, профилактируются ситуации, когда люди, которые могут реально платить налоги, они их просто в должной мере не платят. Соответственно, идет пополнение бюджета. То, что касается льготных категорий, чтобы наши рязанцы тоже прекрасно понимали. Эти льготные категории, они у нас остаются, и, безусловно, малоимущие, категории граждан, которые обладали льготами, их большой список. Мы готовы на сайте Городской думы разместить все эти категории, чтобы люди просто увидели, чтобы не было недомолвок и недопониманий. И эти льготные категории, как они обладали данными льготами, так они ими и будут обладать. У нас на покрытие расходов по льготам, в соответствии с данным решением, предусмотрено 137 миллионов. Фактически, это выпадающие доходы. Тем не менее, город идет на то, и администрация города, и Рязанская городская дума на то, чтобы данные категории льготников пользовались этим видом льгот, и у них, так сказать, материальное положение ничуточки не ухудшилось. Поэтому об этом все понимают, все знают, и это рассматривали. Вопросов было по данному решению достаточно много, но тем не менее, мы считаем, что оно очень взвешенное, оно очень разумное. Могу сказать, что мы уже с вами говорили не один раз, сейчас идет серьезная работа по линии Федеральной налоговой службы, по линии правительства Российской Федерации. Эта работа пронизывает все уровни, доходя до уровня местного самоуправления. Поэтому, безусловно, мы находимся в общей системе. Бюджеты, они и наш бюджет тоже достаточно напряженные. Тем не менее, то, что профилактируется уход от налогообложения, и в том числе этим решением, это может способствовать тому, что доходная часть бюджета у нас возрастает, и на социальные программы у нас появляется больше возможностей отводить средства, выделять средства на социальные программы, на те программы, которые необходимы для жизнедеятельности города. Я считаю, это очень важно. Нужно очень ответственно относиться к подобным решениям. В подобных решениях очень часто, знаете, популистские, политические темы, разыгрываются, но наши жители должны все прекрасно понимать, что, безусловно, должен быть ответственный подход, и для нас это очень важно. Для депутатского корпуса, для администрации города очень ответственный, очень завешенный подход. И мы должны сделать так, чтобы и налогооблагаемую базу увеличивать, и доходы получать больше, и при этом, чтобы люди от этого не страдали. Александр Анатольевич, ну, бюджет следующего года ожидается очень напряженный, и об этом говорили, кстати, на этой неделе состоялись публичные слушания по бюджету 2015, планового периода 2016-2017 годов. И бюджет этого года, 2014, был тоже напряженный. Тем не менее, в этот бюджет, что называется, по ходу вносились изменения и дополнения, изыскивались дополнительные средства, и вот буквально в сегодняшнем заседании вновь были внесены изменения в бюджет, появились дополнительные средства, которые сегодня, в общем-то, решили на что потратить. Ну, в данном случае, опять же, мы говорим о социальном характере наших действий и самого бюджета, который мы принимаем, затем рассматриваем изменения. В данном случае, те поправки, которые были внесены, они, в общем, фактически одни из финальных поправок уже в конце года, появляются дополнительные источники дохода, соответственно, расходы также увеличиваются в соответствии с доходами и тратятся на те или иные социальные программы. В данном случае, мы, утвердив этот бюджет, обеспечили оборудованием несколько групп в наших детских садах, в том числе и во втором детском саду, в 123-м детском саду. Вы знаете, что два сада, которые были реконструированы при финансовой поддержке и городского, и областного бюджетов, и надстройки, которые там появились, дают возможность расширить место для пребывания детей, то есть увеличить количество детей, которые будут воспитываться в этих детских садах. Но сделать ремонт мало, необходимо еще и поставить туда необходимое оборудование. Причем вы знаете, насколько красива наша группа в детских садах, как они обеспечены. Они сделаны, в общем-то, на мой взгляд, по последнему слову дизайна. Там приятно пребывать, благоустроены в соответствии с анпинами, в соответствии с этими нормами, все выполняется. И необходимо еще к этому оборудование. Поэтому вот одно из главных таких направлений, одно из главных направлений – это именно поставка оборудования, приобретение оборудования для вот этих новых детских садов. 30-й детский садик. Поэтому здесь мы фактически выполняем вот эту большую программу, которую Олег Иванович, губернатор Рязанской области, поставил перед властью города несколько лет назад, успешно выполняется. Вы знаете, что вопрос по трехлеткам, он, в общем-то, становится с каждым днем все менее-менее актуальным. Фактически закрыт. Что ж, благодарю вас, Андрей Анатольевич, спасибо, что пришли к нам в студию. Мы сегодня рассказали жителям нашего города о том, что приняли на заседание Городской Думы. В эфире программа «Подробности» был глава муниципального образования в городе Рязань, председатель Рязанской городской думы Андрей Кашаев.